Весенняя пора традиционно доставляет беспокойство и представителям коммунальных служб, и сотрудникам МЧС. За последние дни уровень воды в водоемах региона начал стремительно повышаться. Прибавили в объемы реки Волга, Тьма, Котверца. В некоторых районах области показатели и вовсе превышены. Местами объявлено экстренное предупреждение. Подробнее о ситуации в материале нашего корреспондента. На прошлой неделе в регионе введен режим половодия. В Тверской области реки начали выходить из берегов. В областной столице традиционно разлилась Волга. В минувшие выходные жители Твери могли наблюдать в самом центре города ледоход. Вообще синоптики его прогнозировали несколько позже. Но и с природой не поспоришь, как говорится. Сразу после него уровень воды в реке Волги начал стремительно расти. Этому еще поспособствовали активное таяние снега и осадки в виде дождя. Сегодня остатки льда продолжают путешествие по Волге. Вообще в этом году, несмотря на то, что сугробы высотой, местами были едва ли не с человеческий рост, растаяли они за считанные дни. Но в целом, говорят синоптики, в областной столице ситуация с уровнем воды стабильнее. Половодия пока в рамках нормы. Есть участки рек, где наоборот фиксируется спад воды. На Волге в районе между Ржевом и Старицей спад воды незначительный. В районе города Тверь у нас тоже последние сутки подъем уже не происходит. Стабилизировалась ситуация. Уровень 536 сантиметров. Критический уровень это 960. Прибавилась воды и в Тьмаке ландшафтный парк, что расположен на берегах реки, можно смело назвать аквапарком. Все малые архитектурные формы ушли под воду. Впрочем, такую картину горожане наблюдают каждую весну. И если в самой Твери все стабильно, то в некоторых районах области ситуация неоднозначная. Тверской гидромедцентр выпустил два штормовых предупреждения для города Белого и Западной Двины, где уровень воды в реках достиг показателей половодия. В районе города Белый уровень воды на 17 сантиметров выше критического значения. Единственное, что за последние сутки опять же ситуация стабилизировалась. Западная Двина до критического уровня остается 17 сантиметров на данный момент. При всем этом в некоторых районах области, например, в озерах еще не сошел лед. Потому в них уровень может также вырасти, но чуть позже. Также, по данным МЧС, существует возможность выхода талых вод на поймы рек Малоги в поселке Максати, Хамежи, в поселке Жарковский и озеро Селигер. Возможно, поддопление территорий некоторых СНТ Калининского района. Ситуация находится на контроле спасательных служб. С помощью системы гидрологических постов ведется постоянный мониторинг паводковой ситуации. Главное управление МЧС России по Тверской области убедительно рекомендует соблюдать меры безопасности. Но в целом, по прогнозам синоптиков, ожидать критического половодия не стоит. В регион приходит похолодание. Из-за отрицательных ночных температур активное таяние снега прекратится. И притормозится процесс наполнения водоемов талыми водами, что поможет избежать массовых подтоплений.